Ольга Ануфриева, депутат Госдумы, до избрания депутатом, член Общественного Совета при ФНС, эксперт Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Окончила Государственную Академию Управления имени Сергуарджи Никидзе и Всероссийскую Государственную Налоговую Академию МНС Российской Федерации. С 1997 года участвует в разработке и совершенствовании Налогового Кодекса и других законодательных актов. С 2004 года адвокат, член Адвокатской Палаты города Москвы, старший партнер Адвокатского бюро Андрей Макаров и Александр Тобак. Ольга Николаевна, Вы были в числе депутатов, которые в декабре 2021 года внесли в Госдуму законопроект о едином налоговом счете. Мы в редакции прочитали этот законопроект и поняли, что, во-первых, единый налоговый платеж станет обязательным для всех уже с 1 января 2023 года. Госдума уже приняла проект в первом чтении. Скажите, пожалуйста, правильно ли мы поняли законопроект? Да, безусловно. Указанный законопроект полностью меняет систему учета налоговых обязательств и отношений бюджета и налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов. В общем, все статусы лиц, которые участвуют в налоговых правоотношениях, сводятся в одну единую систему учета, так называемый единый налоговый счет. И единый налоговый платеж, о котором вы сказали, это только один аспект вот этой новой системы. Единый налоговый платеж уже с 2018 года, он адаптируется, начал свою адаптацию с физических лиц. В конце 2021 года на юридических лиц он был также распространен, но в добровольном порядке. И он касается только порядка уплаты. Система единого налогового счета, она предполагает не только уплату, но и распределение тех средств, которые будут уплачиваться в качестве единого налогового платежа. А где будет открываться этот единый налоговый счет? Будет открываться в федеральном казначействе. У каждого налогоплательщика, у каждого физического лица и юридического лица предполагается, что будет вот этот так называемый единый налоговый счет. Какие проблемы налогоплательщика решит вот этот вот институт единого налогового платежа и единого налогового счета? Ну, идея сама по себе, она возникла не из воздуха, она возникла из жизни, потому что каждому налогоплательщику, в первую очередь юридическим лицам, известны проблемы, которые связаны как с ошибками в платежах. Это достаточно много реквизитов, у нас далеко ходить не надо, тот же КБК, у нас в одной цифре ошибиться, и все, уже платеж ушел не туда, и бегай за ним, и пожинай все прелести, связанные с тем, что это не уплатил налог. Теперь вопрос по поводу распределения единого налогового платежа. Как он будет распределяться? Мы делаем единственный перевод, а налогов у нас много. Как поймут, куда и что распределять? Ну, система распределения, она достаточно четко прописана в законопроекте уже в первом чтении. Здесь нельзя сказать, что налогоплательщик вообще уходит от каких-то обязанностей. Он должен сообщить бюджет, государству, системе о том, сколько налогов начислено. И в соответствии с начислениями, когда подходит срок уплаты, уже система распределяет по полочкам, сколько в каждый налог нужно положить. Соответственно, если у вас на счете есть деньги, по этим полочкам все распределяется. Если на счете нет денег, соответственно, по этим полочкам ничего не распределяется, и начинает капать пеня. А если у компании есть задолженность по налогу, штрафы и пени, и же вот наступил срок для текущих платежей, что из этого закроется в первую очередь, если я заплачу, но вот не всю эту сумму? Если у вас имеется задолженность уже, это значит, что у вас нет положительного сальдо. Вот это первое, о чем нужно сказать. Если у вас нет положительного сальдо на счете на момент наступления срока уплаты, тогда при первом пополнении единого налогового счета, вот эта сумма, она, безусловно, будет распределяться по закону. По закону это сначала недоимка, потом текущие платежи, потом только пени, проценты и штрафы. И если у нас, ну, можно сказать, что это как очереди, да, и если в какую-то очередь у нас не попадает уже средств, то есть, ну, недоимку погасили, осталось там 100 рублей для того, чтобы погасить текущие платежи. Но на все текущие платежи, очевидно, этих денег не хватит. Если на какую-то очередь не хватает денег, значит, все платежи в этой очереди будут погашаться пропорционально. То есть по одному рублю на каждый налог из 100 рублей, допустим, грубо говоря. Если 100 платежей, значит, по одному рублю на каждый налог. А с какого момента налоговики признают обязанность по уплате налога исполненной? Ну, для того, чтобы признать обязанность исполненной, я думаю, что первое, что она должна возникнуть, обязанность по законодательству о налогах и сборах. И если у вас деньги на счете есть, но обязанность не возникла еще, у вас никто ее не спишет. И уже момент исполнения обязанности, это тогда, когда срок наступил, у вас деньги на счете есть, значит, можно сказать, что у вас обязанность исполнена. Либо при каких-то других ситуациях, это может быть, например, требование об уплате, да, то есть это не установленный законом срок уплаты налогов. Это другие нюансы, связанные с взаиморасчетами бюджетов и налогоплательщиков. Тогда будет считаться исполненной, когда у вас со счета списали. Ну, там в законопроекте используется такое понятие, как зачет в счет исполнения обязанностей. Но в данном случае, если грубо, то можно сказать, что списали. Вот тогда обязанность считается исполненной. Допустим, компания не заплатила налог вовремя, при этом у нее положительное сальдо. Будет ли при этом, возникнет ли при этом недоимка и будет ли капать пенье? Я бы хотела в данном случае уточнить или пояснить ваш вопрос, потому что не заплатить налог при наличии положительного сальдо будет довольно сложно. Для этого, ну, пожалуй, единственный вариант такого развития событий, это когда налогоплательщик просто не уведомил систему о своих начислениях, а срок прошел уплаты. То есть он не подал декларацию, либо уведомления о бесчисленных суммах платежей. И в данном случае система просто физически не исполнила эту обязанность, хотя положительное сальдо было. При этом, ну, я могу сказать, что, конечно, налогоплательщики по разным причинам могут не уведомить, не подать декларацию в срок. Но вы же понимаете, что это свои негативные последствия имеет. Это и приостановление операции по счетам. И понимаем, что раз не уплатили налог в срок, значит, это пеня, потому что бюджет действительно не получил своих денег. А статья 75 у нас четко определяет пеню как плату за пользование бюджетными средствами. Поэтому в данном случае, если налогоплательщик позже подал декларацию, ну, здесь, к сожалению, действительно придется заплатить некоторую пеню за не вовремя поступивший платеж. Планируется, что сроки сдачи декларации и уплаты налогов тоже станут едиными. При этом уплатить налоги нужно до 25-го числа после отчетного периода, а подать декларации до 20-го. Относится ли новые сроки к платежам и декларациям за 2022 год, которые мы будем сдавать и платить в 2023-м? Да, предполагается, что с 1 января 2023 года мы переходим полностью на новую систему учета. И все сроки, которые будут наступать после 1 января 2023 года, они, конечно же, будут уже по новым правилам. И в эти сроки точно так же попадают сроки уплаты отчетности за 2022 год. А вот тут еще один вопрос возникает. Законопроект принят только в первом чтении. Это вот окончательные сроки или еще будут пересматриваться? Сроки, возможно, будут пересматриваться, но сейчас мы получили довольно много предложений от экспертов, от бизнес-сообщества. И мы работаем над тем, чтобы и для бизнеса, и для государства эти сроки были комфортны. Потому что, например, приведу пример по тому же НДФЛ. В законопроекте меняется порядок уплаты с каждодневной уплатой фактически на следующий день после выплаты конкретного дохода на раз в месяц. И это, в принципе, более-менее удобно для плательщика, но это крайне неудобно для регионов. И мы получаем абсолютно разнонаправленные интересы. И над этим как раз мы сейчас и работаем, чтобы система была и для регионов, и для плательщиков важна, удобна. И для администраторов она могла быть администрируема достаточно легко и прозрачно. Поэтому думаю, что сроки – это как раз один из тех вопросов, достаточно серьезных, над которыми мы работаем во втором чтении. Я сейчас не готова сказать, что они изменятся или не изменятся, но мы действительно серьезно прорабатываем этот вопрос, чтобы всем было комфортно. В проекте есть такое требование, что за пять дней до уплаты налога компания должна подать уведомление. А что это за уведомление, для чего оно нужно и что будет, если мы заплатим, но не уведомим? Ну, смотрите, уведомление – это, можно сказать, вынужденная мера. Как я объяснила уже, для того, чтобы списать корректно и своевременно с единого налогового счета какой-то налог или авансовый платеж, система должна знать, что она списывает и куда она должна это зачислить. Тогда, когда у нас сроку уплаты соответствует срок подачи декларации или любой другой отчетности, расчета, например, тогда проблем нет, система знает о начислениях, которые она должна погасить. Когда есть у нас авансовые платежи, которые платятся пропорционально, и для них нет соответствующего срока подачи соответствующей отчетности, и получается, что система об этом не узнает. Когда в действующей системе учета налогоплательщик путем заполнения кучи реквизитов в платежном поручении, он уже пишет, там, КБК такое-то, авансовый платеж, и уже система знает, что этот платеж должны положить ровно в ту ячеечку, в тот бюджет, на тот налог, который прописан в платежном поручении. Поскольку система изменена, и платежных поручений как таковых, с таким количеством реквизитов и идентификации этого платежа теперь нет, система должна узнать, а что же это за платеж? Вот какой кусочек нужно с единого налогового счета взять и положить в счет вот этого авансового платежа? И для этого было два пути. Либо придумывать какую-то новую отчетность, либо сделать некое просто уведомление, ну, типа сокращенной формы платежного поручения, в котором налогоплательщик говорит, вот этот кусочек нужно положить сюда. И решили, что уведомление будет, ну, менее обременительно, скажем так, для налогоплательщика. Я бы не стала, ну, скажем так, говорить, что это дополнительная отчетность. То есть, вот как я слышала уже много раз, вы нам сделали дополнительную отчетность. Это не дополнительная отчетность, потому что оно даже меньше, чем сейчас заполняют платежное поручение. Правильно ли я понимаю, что компании, которые отчитываются ежеквартально по налогу, это уведомление подавать не должны? Скорее всего, вот ежеквартально, да, у нас получается, что фактически все авансовые платежи, это касается только авансовых платежей, может быть, это коснется индивидуальных предпринимателей, которые платят НДФЛ, потому что там тоже пропорциональные, вот, фиксированные авансовые платежи. Они же тоже не отчитываются. Мне кажется, это не очень обременительно. Если вы раньше заполняли 14, например, реквизитов, а сейчас вам надо заполнить 5-6 реквизитов, включая сумму 6 реквизитов, ну, мне кажется, здесь немножко даже... Вот вопрос по поводу НДФЛ. Мы его удерживаем, перечисляем каждый месяц. Что в данном случае делать с НДФЛ? Как-то включать единый налоговый платеж? Или отдельно как-то перечислять этот агентский НДФЛ? Пока в законопроекте единый налоговый счет ведется по каждому юридическому лицу, по каждому физическому лицу, вне зависимости от его статусов. Иными словами, по юридическому лицу... Я сейчас не беру индивидуальных предпринимателей, которые также у нас являются налоговыми агентами. По юридическому лицу будет очень много статусов. Ну, сейчас, например, у некоторых юридических лиц до 45 лицевых счетов. Находится абсолютно разных, и попробуйте их ввести. Здесь все будет в одном месте. Что касается части единого налогового счета, которое будет покрываться за счет чужих налогов, в данном случае сейчас мы также прорабатываем вопрос, что эти средства не должны быть зачтены в счет уплаты налогов самого налогового агента, как налогоплательщика. Хотя, с другой стороны, мы слышим и другие аргументы, что тогда, когда налоговый агент удержал уже налог у налогоплательщика, уже он обязан уплатить его в бюджет. И это его совокупная обязанность, чтобы эти деньги ушли. С какого вот этого кошелька, с какой части этого кошелька уйдут эти деньги, это уже не важно. Это все вошло в совокупную обязанность налогоплательщика-налогового агента. Поэтому в данном случае мы уточняем этот вопрос, действительно ли крайне необходимо, чтобы эти деньги не встречались. Или все-таки, так как сейчас прописано в законопроекте, это возможно, что за счет совокупной обязанности налогового агента то же самое будут списаны и учтены и деньги, которые в качестве налогового агента и налогоплательщика, они соединятся. У нас есть ежеквартальная 6 НДФЛ, но тем не менее платим мы каждый месяц. И вот между кварталами нужно ли будет подавать уведомления об этом платеже по НДФЛ? Вам нужно будет подавать уведомления об исчисленных суммах НДФЛ в тот месяц как раз, когда у вас 6 НДФЛ нет. По поводу задолженности. Сейчас налоговый инспектор начисляет недоимку и выставляет требования на конкретный налог. А как будет со следующего года? Требования же будут неконкретными. Мы задолженность распределяем по всем налогам равномерно. Инспектор будет фиксировать наличие у вас отрицательного сальдо. Это значит, что какая-то из задолженностей или части совокупной обязанности она не будет погашена. Соответственно, у вас возникает некая общая задолженность по расчетам с бюджетом. И если сейчас требования у нас выставляются фактически... Очень редко какие требования в себя включают несколько обязанностей, ну, задолженностей. Планируется в новой системе, что требование будет одно по состоянию на конкретную дату соответственно фиксирования вот этой задолженности. И получается, что все процедуры, которые связаны с изысканием вот этой задолженности, они будут касаться совокупной задолженности. И при получении средств по этому требованию уже, я бы так назвала это, пополнением единого налогового счета, уже распределение средств, поступивших на единый налоговый счет. Как мы с вами говорили, сначала недоимка, потом текущие платежи. Если вдруг плательщик решит по этому требованию, точно так же заплатить больше, нежели в требовании у него указано. Средств, то есть больше, нежели задолженность. Сейчас, если у меня есть переплата, то есть я подаю заявление. Со следующего года тоже, если у меня будет положительная сальта, я могу его вернуть или зачищу от будущих платежей по заявлению. Вот ограничения по срокам будут для этого заявления со следующего года. Вот сейчас переплату можно вернуть в течение трех лет. Да, но сейчас переплату вы можете вернуть в течение трех лет, но подав заявление, это заявление будет рассмотрено, и в течение месяца у вас вот этот процесс завершится. Но я обращаю внимание, что вам переплату не вернут, если у вас есть недоимка вот по этому налогу. В редакции, которая сейчас принята в первом чтении, там зафиксировано, что заявление, которое подает налогоплательщик на возврат так называемых свободных денег, вот этого положительного сальда, оно рассматривается, и плательщик может получить деньги в течение 10 дней. Но ко второму чтению мы получили достаточно много дополнительных предложений, вопросов, которые потребовали уточнения этих норм. Потому что фактически эти деньги, находясь на едином налоговом счете в казначействе, они не в бюджете. Пока они не зачтены в качестве какой-то обязанности, погашения какой-то обязанности, они находятся между небом и землей. И мы считаем, что это деньги налогоплательщика, и он должен беспрепятственно, может, ими пользоваться. Фактически пользоваться ими два пути. Это либо вернуть себе, ну, мало ли, там, на пополнение оборотных средств нужно будет. Ну, переплатил, решил по разным причинам, чтобы они там, да, 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 финансовые проблемы ему нужно вернуть. Либо помочь кому-то другому зачесть в счет налогов третьего лица. У нас уплата за третьих лиц уже достаточно давно используется. Прекрасно. Это первое. И по срокам получается, что раз это твои деньги, то какие 10 дней на возврат мы должны будем обеспечить, чтобы налогоплательщик как можно оперативнее мог их забрать. Но даже представьте себе ситуацию с банковским счетом. Если это какие-то небольшие суммы, да, возможно, вам банк срок, ну, день в день их вернет. Но если речь идет о каких-то более-менее серьезных суммах, никогда банк вам день в день не вернет. Вы тоже ему даете поручение, и тогда только он вам перечисляет. А здесь абсолютно процедурные моменты. Федеральное казначейство только держатель денежных средств. А мы должны... А ведет систему налоговая служба, и она должна получить от налогоплательщика это распоряжение, потому что федеральное казначейство напрямую с налогоплательщиком не общается. Соответственно, налогоплательщик должен дать поручение именно налоговой службе, а налоговая служба должна дать поручение федеральному казначейству. Вот ровно для этого должны... Мы, конечно, в цифровой экономике сейчас живем, но на это тоже нужно время, на это нужно определенные процедурные моменты пройти. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы можно было возвращать деньги фактически через день. И возвращусь к вопросу, который вы задавали по сравнению с действующей системой. Если сейчас ограничение на возврат стоит три года, то, учитывая, что деньги это собственные налогоплательщики, но если вдруг так получилось, что он заплатил на единый налоговый счет какую-то сумму приличную, что ее мало того, что хватить ее не могло, потому что она постоянно списывалась бы. Ну, приведем пример. Например, он заплатил единый налоговый платеж, а обязанностей у него как таковых не возникло. Ну, фактически, да. Деятельность не ведет, имущество продал, ну, не возникло, но деньги не забирал. И в данном случае он сможет это вернуть, вне зависимости от того, прошло три года или не прошло год, хоть через пять лет. Если в данном случае он посчитал, что на едином налоговом счете эти деньги будут более востребованы с охраны, нежели, например, на депозите в банке, это его право. Мы не можем его как-то в этом ограничивать, но в данном случае также не ограничивается срок возврата. Сейчас отстрочки и рассрочки по налогам по федеральным дают на три года, по другим на год. В новом проекте стоит только один срок, год. Неужели по всем налогам от срочки или срочки теперь будет только год? У нас, во-первых, получается, сейчас меняется сама по себе конструкция отсрочек и рассрочек, потому что отсрочка дается на задолженность, или там, это отсрочка. А, короче, у нас перестает существовать разделение на федеральные, региональные, там, местные налоги. У нас общая сумма. Да, можно взять отсрочку-расрочку на часть этой суммы, но само по себе разделение по налогам, оно перестает существовать. И в данном случае тоже нельзя говорить о том, что сильно сокращается срок, потому что, например, по тем же региональным налогам он может и увеличиться. Если раньше срок вот этой отсрочки-расрочки наступал со срока уплаты соответствующего налога, то сейчас срок отсрочки будет исчисляться, исходя из даты принятия решения о самой отсрочке-расрочке. А вы понимаете, что заявление могло быть подано сильно позже этого срока. Это первое. И второе, еще нужно было рассмотреть это заявление. Поэтому мы не можем сказать, что у нас сильно сокращаются сроки. Собственно говоря, главное в этом то, что у нас теперь не будет отдельно федеральных налогов и отдельно региональных налогов. Сделали просто общий срок на совокупную задолженность. Поговорим о том, как вообще будем переходить на единый налоговый счет, потому что это... Весело и дружно. Да, это просто мир должен перевернуться, весь мир бухгалтерский, весь мир налоговый. Вот. Как это будет происходить? Нужно ли будет перед этим подготовиться и пройти сверку? Ну, подготовиться нужно будет, конечно, морально. Я понимаю, что все, что новое, воспринимается достаточно осторожно, иногда в штыки, потому что особенно бухгалтеры консервативны в этом плане. И это хорошо на самом деле. Но, поверьте, мы не делаем ничего такого плохого, что могло бы причинить там серьезный ущерб и вред налогоплательщикам. И мне почему-то кажется, что потом, когда мы перейдем на эту систему, все-таки надеюсь, что нас не будут ругать, потому что предназначение этой системы как раз решить те проблемы, которые есть сейчас, и уйти от них. И это поначалу, возможно, будут какие-то притирки, сложности, понадобится, безусловно, менять программное обеспечение. Бухгалтерам известно, что чуть ли не каждую неделю 1С, и все приходится также актуализировать и какие-то моменты подкручивать, подтягивать. Я думаю, что все-таки система должна сработать. Мы все в этом уверены. И переход к ней, он ничего такого сложного из себя не представляет, но это для нас. Самое сложное будет, конечно, для налоговой службы сальдировать все переплаты, недоимки по каждому налогоплательщику. И фактически в новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года, можно сказать, мы проснемся в новой системе учета. И вопрос по поводу платежки налоговой. Что мы будем в ней указывать через год? В платежке будет только фактически два реквизита. Ваш ННН и сумма вашего единого налогового платежа. То есть та сумма, на которую вы хотите пополнить единый налоговый счет. Она может как соответствовать вашей совокупной обязанности, так быть и меньше, но в данном случае вы, направляя единый налоговый платеж на свой счет в казначействе, вы понимаете все последствия этого шага. То есть если вы платите меньше, чем совокупная обязанность, значит вы уже готовы к определенным последствиям в виде пения и всем остальным прелестям негативных налоговых отношений. Если вы платите больше, то вы понимаете, что часть, которая не покроется, не покроет все, совокупная обязанность, она будет в вашем распоряжении. Вы в любой момент можете ее собрать. Да, вот это я хотела уточнить. Спасибо большое. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok